И опять северная столица. Но в этот раз, друзья, мне с погодой не повезло. Я из прекрасного солнечного весеннего Екатеринбурга снова попала в зиму. В Санкт-Петербурге было очень холодно, был ветер, выпал снег. И за день до моего приезда даже был ледяной дождь, обледенение и ужасные какие-то пробки на дорогах. Но тем не менее, эта поездка была не менее прекрасна, чем все остальные. По парфюмерным магазинам походить мне не удалось. Но я встретилась со своей подругой. Мы раньше вместе работали, были коллегами и не виделись лет 5, наверное. А сейчас встретились и такое ощущение, что этих 5 лет просто и не было. И еще мы все-таки не терялись, иногда списывались. И выяснили, что мы тоже обе увлекаемся парфюмерией. Поэтому у нас было очень много тем для разговоров. И в итоге мы сидели у меня в номере, пили чай. Она мне показывала те ароматы, которые принесла мне на затест. И мы не заметили, как уже настал поздний-поздний вечер. И еще любовались прекрасным видом из моего номера. В первый вечером была не очень хорошая погода. Как я уже говорила, все было серое. Но тем не менее, вид из окна просто потрясающий. И на следующий день настала прекрасная-прекрасная погода. Было все так же холодно и морозно. Но все же засветило солнце. И вид из окна был просто прекрасным. Хоть мне и не удалось походить по парфюмерным магазинам. Но ароматов я натестировалась. Спасибо большое. Катюш, тебе огромный-огромный привет. А вам, друзья, я покажу те ароматы, которые я протестировала в аэропорту. И, честно говоря, есть о чем задуматься. Уже наметила себе несколько покупочек, несколько хотелок у меня появилось. И первый аромат это The Merchant of Venice Blue Tea. Голубой чай. Ну, как уже понятно из названия, этот аромат посвящен чаю. Здесь действительно чайные ноты. Я бы сказала, что это крепко заваренный зеленый чай. Немножечко цитрусовости, немножечко каких-то розовых, розных, вернее, оттенков. И к базе проявляется ветивер. Помню, что когда-то давным-давно в аэропорту Новосибирска миниатюрка этого аромата продавалась, по-моему, за пару тысяч. И теперь жалею, что я ее не купила. The Wood Affair от Virgilium Parfumerie. Помню, что вам его уже показывала, но пройти мимо не смогла. Еще раз на себя нанесла. Это тягучий, плотный, но не слишком аромат каких-то сладких сухофруктов, меда, табака и древесно-ванильные ноты. Мне он безумно нравится. Он согревающий. Абсолютно у них секс, как мне кажется. И на осень, и на зиму следующую однозначно хочу его в свою коллекцию. Буду с удовольствием носить. Рома, мира, давана, кожа, кашмиран, ваниль, бобы тонка, ут, бензоин и мускус. Ну, казалось бы, что мне может здесь не понравиться? В этом потрясающе красивом флаконе. Но аромат, честно говоря, меня поддушил. Хотя он плотный, но не слишком. Он не особо шлейфовый. Он вот сидит как кокон, очень спокойно. Но при этом какая-то нота, которая здесь все время меня раздражала. Хотя, судя по пирамиде, здесь такого быть не должно. Я расслушивала его очень долго на блотере. И он держался на блотере больше суток. Но что-то, что-то мешает. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этом аромате. Я также решила продолжить исследование бренда Radros. И первая история, которая мне попалась, это Mineral. Ну, друзья, это более легкая, более носибельная, менее хлесткая и жесткая версия ганимеда. Поэтому, если вам ганимед нравится, но вы хотите такое же нос с перламутровыми пуговицами, либо вам ганимед нравится, но вы его носить из-за его каких-то, может быть, технических, супертехнических характеристик не можете, то обратите внимание на аромат Mineral. Он действительно похож, особенно в раскрытии, спустя пару минут. Это действительно как ганимед, но очень-очень легкий, как будто более разбавленный, более воздушный. Это, по крайней мере, можно носить. Мегамани, Мегамары. Я прям намекаю на тот парфюм, на который он похож. Да, действительно, это более легкая версия Мегамары от Orto Parisi. Если вы любите Мегамары, но не можете носить из-за его убойных, правда, убойных технических характеристик, то есть с руки, с одежды, это не смывается вообще. То есть я руку отмывала три дня, с учетом того, что я руки мою очень-очень часто. Это просто невыносимо, хотя аромат мне очень нравится. Это соленый морской воздух с цитрусами, с морскими водорослями, с древесиной. Мне нравится наносить такое только куда-то в пространстве в огромном. И если вам нравятся Мегамары, но вы так же просто, вам кажется, что это чересчур, то обратите внимание на Мегамани. Следующий парфюм – Road to Paradise. И этот аромат похож на дьявольские интриги от HFC. Да, действительно похож, только чуть более политкорректный и чуть более спокойный. Мне ни тот, ни другой аромат не понравились, поэтому прохожу мимо. Следующий аромат – Thai Manga. И действительно он похож на Manga Skin от Wilhelm Parfumerie. Сладкий, сочный, яркий, очень шлейфовый. Он, честно говоря, на моей руке перешлифил все остальные ароматы. И он похож на Manga Skin от Wilhelm Parfumerie. Но вот этот аромат Thai Manga мне понравился чуточку больше. Потому что я в базе, в раскрытии, в базе прям слышу немножечко почули. И мне это очень нравится. Я бы хотела себе этот парфюм. Что в итоге могу сказать о бренде Rudd Ross? Во-первых, мне понравилось оформление. Коричневые коробки с черными стильными надписями и минималистичным бантом. Мне действительно понравилось. Сам флакон сделан из хорошего толстого стекла. Все очень стильно, минималистично. Крышка также не дешевая, пластиковая, а сделана очень качественно. То есть, в целом, мне презентация у этого бренда действительно понравилась. Что касается ароматов. Если абстрагироваться от того, что они уже что-то очень популярное напоминают, то сама композиция, само звучание этих ароматов действительно достойное. Очень качественно, никакого химозного составляющего, никаких дешевых и непонятных баз. Все действительно достойно. Но вот эта история о том, что это уже где-то было, это копирование каких-то уже известных ароматов, это немножечко, ну, не то что напрягает, но примем это как факт. Но, тем не менее, ароматы не настолько уж стопроцентно похожи на какие-то супер популярные парфюмы. И мне тайм-манго действительно понравился, и я его хочу купить. И хотела еще отдельно остановиться на ценах. Цены очень сильно разнятся. От 7 тысяч с чуть-чуть до 12 тысяч рублей в аэропорту. Самая высокая цена. Поэтому за 7 тысяч рублей, да, я готова купить такой парфюм. За 12, наверное, можно поискать и оригинал за эти деньги. Поэтому покупать или нет, решать вам. Друзья, обязательно пишите, знакомы ли вы с брендом Rad Ross, и есть ли у них ароматы, которые ни на что не похожи. Ну, а я, как всегда, из Санкт-Петербурга уезжаю с конфетами из магазина Счастье. Это не реклама, просто я их очень люблю и вам рекомендую. Продолжение следует...